Мы начинаем секцию 16. Обработка естественного языка и анализ текста. Первый доклад. Тест для разделителей предложений. Анна Завьялова. Так, меня зовут Завьялова Анна, и сегодня я буду рассказывать про бенчмарк для разделителей предложений. Мой экран видно, да? Кто-нибудь из зума может дать обратную связь? Да, видно. Спасибо. Итак, сегодня я расскажу пару слов введения, потом про средства сегментации, которые использовались в данном системе. Немного о языке Джулия, как об интеграционной платформе. Также про сам бенчмарк и результаты, полученные с его помощью. Итак, разбиение текста на предложения – это, в общем-то, промежуточный этап в обработке текста. Также само разделение на предложения – это довольно тривиальная задача. То есть уже много средств было сделано, и все они довольно разные. Все они работают с разными алгоритмами, написанные на разных языках, в том числе с использованием машинного обучения на эвристических правилах и на комбинации одного и второго. С другой стороны, обработка текстов не стоит на месте, то есть постоянно возрастают требования к качеству извлекаемых предложений для последующей обработки. И также работа ведется с все более и более разнообразными документами, форматами, и текст там может быть представлен без переносов строк и без нормальной пунктуации, например, извлеченной из PDF. На слайде есть пример такого текста, то есть это должен был быть список, перечисления, но при конвертации, например, из PDF мы получаем вот такой вот текст, в котором не очень понятно, что происходит. И смотря на вот такое усложнение в обработке текстов и такое количество средств для разбиения текста на предложение, было бы неплохо сделать бенчмарк, ну то есть тест для всех этих средств разбиения, чтобы можно было, когда возникает у нас необходимость обработки какого-то документа, сразу же сравнить на нем, как работают определенные средства. Да, и сейчас я расскажу немного подробнее о средствах сегментации, которые были использованы. Они были выбраны по принципу популярности, вот, и, соответственно, с таким условием, чтобы они были довольно разнообразны. И первый из них это НЛТК. Разбиение на предложение представлено здесь обучением без учителя. Он написан на Пайтоне, также он поддерживает и классификацию, и токенизацию, и другие разные алгоритмы обработки естественного языка. Также он поддерживает языки, но это уже в зависимости от задачи. Да, ссылка представлена на слайде. Следующий это Stanford Core MLP. Он представляет, разбиение на предложение представлено комбинированным методом, то есть там есть машина обучения и юристические правила. Вот, также с помощью этого средства можно сделать, составить пайплайн, то есть выбрать необходимые лингвистические аннотации и запустить их друг за другом. Он написан на языке Java и представлено, к сожалению, поддерживает только 6 языков. Следующее средство Spacey. Здесь есть для разбиения на предложение два разных алгоритма на юристических правилах и decision trees. Деревья, да. Он написан на языках Python и Cytone. Также он поддерживает некоторые другие алгоритмы обработки и работает на 17 языках, включая русский и английский, и даже китайский. И следующее это Apache OpenNLP. Здесь тоже обучение без учителя, он написан на Java и также поддерживает еще некоторые задачи NLP. Да, и работает для 7 языков. К сожалению, для русского пока что нет. Так, и следующие два средства написаны на языке Julia. Первый Word Tokenizer. Он работает на юристических правилах. Он поддерживает несколько алгоритмов токенизации и один для сегментации текста на предложение. Все остальные средства поддерживали больше алгоритмов обработки. И также количество языков, которые он поддерживает, зависит от алгоритма токенизации. И второе средство на языке Julia, Sentences, также работает на юристических правилах. Он является портом пайтоновского пакета, который является портом модуля на перу, который был разработан еще в 2010 году. То есть довольно древние правила там представлены, однако они работают для 24 языков, включая английский, русский и так далее. И про Julia как интеграционную платформу. Ну, начнем с того, что Julia была первая версия была выложена в 2018 году. Сейчас уже доступна версия 1.8.3. Это все еще новый язык, но он очень активно развивается. И даже сейчас уже он может представить довольно обширное количество пакетов для самых разных областей, в том числе для обработки текста. Также несравненным плюсом Julia является то, что пакеты написаны на самой Julia. То есть здесь нет никаких бинарных интерфейсов и других разных прослоек с других языков непосредственно на Julia. Создатели Julia уделили большое внимание интеграционным возможностям, а именно они создали специальные библиотеки для выполнения кода на других языках вместо того, чтобы предложить бинарный интерфейс. И примеры использования Julia, пример вызова из языка Julia и других языков можно посмотреть на следующем слайде. И первый из них это вызов C и FartRun. Здесь мы применяем функцию SQL, с помощью которой вот здесь в примере можем извлечь корень из числа. Следующие пакеты для вызова Python R и Java. И здесь представлен образец вызова из языка Python. Сначала мы здесь подключаем менеджер версии, потом, собственно, PyCode, с помощью которого происходит вызов. Добавляем все необходимые пакеты и мы можем двумя разными способами выполнять, точнее, да, запускать, в общем, да, исполнять код на Python. Можем прямо прописать его, экранируя его следующими символами. А можем вызывать из языка Julia, ну вот, следующим образом. И следующий это пример для вызова кода на Java. Здесь у нас используется библиотека JavaCole. И здесь мы можем сделать и init с необходимым нашим классом. Потом также сделать jimport и также подключить нашу библиотеку, наш пакет, который написан на языке Java. И далее вызвать необходимый метод с помощью jcall. В общем-то, эти пакеты довольно похожи друг на друга, так что в этом и состоят интеграционные особенности. И следующее, что я расскажу, это, соответственно, про разработанный бенчмарк, немного про его схему, как он работает. Да, вначале у нас на входе поступает какой-то корпус, о нем будет рассказано позже. И далее этот корпус уже подразумевает разметку. Далее мы эту разметку удаляем и получаем необработанный текст. И затем мы с помощью одного из средств сегментации, которые были перечислены ранее, мы получаем предложение этого текста. И также у нас есть уже разметка, которая была до этого в корпусе. И затем в блоке сравнения мы сравниваем предложение друг с другом и получаем результат. У нас F1 мера, а также мы вычисляем время сегментации на этапе разбиения. И на следующем слайде представлена небольшая схема взаимодействия пакетов. Здесь в центре у нас разрабатываемый модуль на языке Julia. Вот он нарисован. И здесь мы подключаем два средства сегментации в него. И также PyCall и JavaCall для вызова соответствующих программ на языках. Ну, собственно, через них мы подключаем пакеты на Python и также пакеты на Java. Здесь еще для сравнения был добавлен пакет для разбиения простейшего, то есть там было разбиение по точке. Это было сделано в основном для измерения времени работы. Итак, время измеряли с помощью средства benchmark.tools.jl. Это джюлейная библиотека, и она специально разработана для того, чтобы измерять время работы в разной мере. Далее все бенчмарки у нас будут расположены в данной структуре. Здесь у нас есть функция настройки, сам бенчмарк, необходимая для вычисления времени для benchmark.tools. Функции и сами данные, которые мы передаем в него. Можно это рассмотреть на примере с NLTK. Здесь у нас в секции setup мы делаем импорт NLTK. И далее мы уже, собственно, и все это записывается еще в переменную дату. Здесь мы производим токенизацию, вызываем метод языка Python. И затем с помощью метода evaluateList мы передаем туда как аргументы все вот эти бенчмарки. Здесь они представлены частично для сравнения их работы. Здесь мы можем также задать количество sample, то есть запусков этой программы, и максимальное время работы, после которого останавливается измерение времени. Итак, немного подробнее про корпус. The GAM Corpus включает в себя 840 предложений. По своей сути, это английские тексты с разных типов. Там были новости, статьи и даже расшифровки формов. В общем, довольно обширная и широкая подборка текстов. И одно предложение представлено следующим образом. То есть тут insights from eye tracking. И здесь у нас каждое слово. И далее оно приведено к исходной форме. и проделаны остальные с ним еще манипуляции. Но нам в работе понадобится только второй столбец. Это, собственно, токены. И далее само предложение. В качестве метрик используется классическая матрица предсказаний. Здесь у нас true positive – это то, где должны располагаться переводы строк. False positive – это если переводы строк не там, где должны. Также true negative – это то, где нет перевода строки, но его должно быть. И false negative – это где его нет и он там не должен быть. Далее мы вычислим accuracy, roar, precision, recall и первую меру. И возьмем среднее по времени. И далее уже перейдем к результатам. В общем-то, в ходе вот этой сегментации было выделено два типа ошибок во всех этих текстах. И первый из них – это, собственно, ошибки постановки знаков припинания. Также это ошибки в заголовках. То есть, например, когда идет заголовок, в конце его нету знака припинания. А, например, начало уже текста идет с маленькой буквы. То есть опознать вот этот вот перевод строки здесь невозможно. Вот. И второй тип ошибок, он наиболее интересен. Он довольно экзотичный, потому что он не повторяется в средствах сегментации. Вот. То есть каждый делает ошибки в разных местах. Это связано с определением, прежде всего, токенов. То есть все они по-разному это делают. И здесь можно посмотреть, вот сколько ошибок вот этого второго типа, какое средство сделало. И меньше всего вышло на средства sentences от Julia и openNLP. Так. И больше всего, к сожалению, это rule-based space, эвристические правила space для сегментации предложений. И вот пример ошибок второго типа. Ну, собственно, здесь подписаны средства, которые появились вверх уже всех. Да, здесь вот они разбивают, выделяют точку как токен. Дальше они разделяют почему-то по, могут разделять по апострофу. И разные вот вариации разбиения со скобками, которые, в общем-то, не очень корректны. Так. И по качеству разбиения, так как, ну, здесь закономерно, кто сделал меньше ошибок, лучше всех проявил себя sentences, их меру можно увидеть. Но в защиту остальных средств на NLTK, на Python и openNLP, coreNLP, на Java, они показали себя не сильно хуже. Вот. И хуже всех, так, да, два последних средства. Это разбиение по точке, то есть простейшее. Соответственно, они показали себя хуже всех. И из таких сложных средств Spacey на эвристических правилах оказался наихудшим. Так. И здесь уже бенчмарк по времени. Собственно, самым быстрым первые три средства – это вот простейшие, которые показывали разбиение по точке. И первым из таких средств посложнее был вот токенайзер GEL. Вот. Он справился. Притом они с openNLP заняли практически одинаковое время. И они выиграли, получается, в этом состязании с большим разрывом от остальных средств. Вот. И да, самое… Тут даже было произведено шесть итераций всего, потому что это уже было больше 40 секунд. Да. И самым худшим по времени показал себя Spacey, который был основан на машинном обучении. Так. И, в общем-то, полученные результаты. В ходе этой работы были произведены сравнения качества и времени работы восьми средств сегментации. Лучшие результаты по времени получил WordTokenizer GEL и по качеству Sentence Size GEL, которые оба принадлежат средствам Julia. Да. Открытый код можно посмотреть в репозитории. И в итоге был получен унифицированный бенчмарк, который может быть использован как раз-таки для сравнения средств сегментации, средств разбиения на предложение. И также в него возможно уже с помощью его архитектуры добавить любые другие библиотеки, чтобы произвести тоже их сравнение. И также можно добавить другие корпусы текста. Вот. И, собственно, эта работа подтвердила, что Julia может быть использована как интеграционная платформа, притом довольно несложно, благодаря ее разработчикам. На этом все. Какие-то вопросы из зала? Да, пожалуйста. Так, а можно открыть тринадцатый слайд? Так, вот у вас на этой схеме есть блок сравнения предложений. Как именно выполняется сравнение? Можете рассказать? Да, я это забыла упомянуть. Сравнение происходит с помощью косинусных мер. Да, косинусные меры расстояния. Были еще эксперименты с эвклидовой нормой, но они с косинусным показали себя практически одинаково, поэтому было выбрано косинусное. Я могу задать вопрос? Да, конечно. У меня два небольших вопроса. Первый касается корпуса GAM Corpus. У меня вопрос, хватает ли 840 предложений для того, чтобы проверить качество моделей сегментации. Может показаться слегка небольшим количеством предложений. Просто может со стороны как минимум. И второй вопрос, планируется ли в дальнейшем какие-нибудь дальнейшие подготовки корпусов текста для других языков, к примеру, русского. Спасибо за вопрос. Ну, я открыла этот слайд с таблицей с качеством разбиения. И здесь вы можете увидеть количество токенов. То есть, ну вот, собственно, каждое средство, оно разбивало токены по-своему, находило точнее. И вот сумма вот всех вот этих вот четырех, это будет количество токенов, которые нашло средство. Ну, мне кажется, это исчерпывающее число. Тут более ста, сколько их, двадцати, наверное, тысяч. Вот. Количество предложений здесь уже, ну, разбиение на предложение, по сути же, это разбиение сначала на токены. То есть нужно определить токен. И вот если найдут этот знак пунктуации, да, в токене, то тогда он будет последним. Так что, вот, да, хоть и 830 предложений, но количество токенов, оно везде разное, оно довольно большое. Так, и второй вопрос. На русский, к сожалению, нет, потому что не все средства из перечисленных поддерживают русский язык, и вообще не очень многие поддерживают русский язык. Так что, конечно, можно это встроить, чисто теоретически, вот. Потому что, ну, бенчмарк, архитектура бенчмарка предполагает то, что в него еще будут встраиваны другие средства и другие корпусы. Ну, то есть как минимум возможно. Да, это возможно. Все, хорошо. Спасибо за ответ. Спасибо. Мы продолжаем докладом Никиты Тадосева «Система концептуального моделирования, основанная на подходе метаграфов». Я так понимаю, мне нужно предоставить демонстрацию экрана? За минуту. Так, можно? Да, вижу. Сейчас тогда. Сейчас. Прошу уточнить, видно ли сейчас экран? Отлично все, да. Угу, видно. Все, хорошо. Я задавал вопросы по поводу выступления. Мне сказали, что лучше выступать на английском, поэтому мое выступление будет на английском языке. Good afternoon. My name is Tadasiev Nikita. I am from Computer Science and Control Systems Department of Baumann, Moscow State Technical University. And today, on behalf of our team, I will present to you the conceptual modeling system based on метаграф approach. And we start from the beginning of conceptual modeling, the mind maps. The idea of constructing such a diagram is that the main topic is depicted in the center of the sheet right here, in which hierarchical subtopics are nested. Various views can be used to visualize such a diagram. Hierarchically nested concepts can be displayed in the form of a tree, can be located on concentric circles and can be represented in the form of Ishikawa diagram and so on. The simplest software products support only one version of the representation of the relationship diagram. More advanced software products support several representation options and automatically convert a structure from one representation to another. From this point of view of the data model, a relationship diagram is a flat graph whose vertices correspond to concepts and whose edges correspond to connections between concepts. Edges in this model are considered as non-directional and not annotated. It is the property of non-annotability that allows automatic transformations between views. The concept map approach was proposed by professor Joseph T. Novak designed for the formalization of subject areas and is also often used in practice as an automated learning tool. From the point of view of the data model, a concept map like a mind map is a flat graph whose vertices correspond to concepts and whose edges correspond to connections between concepts. In contrast to the mind map diagram, the edges in this diagram are considered as directed and annotated. You can see annotations on the example of the concept map. Unlike the mind map diagram model, it is not possible to perform automatic transformation between views for the concept map model. From this, we can conclude the advantages and disadvantages of concept maps. The main advantages of these approaches are the representation. The conceptual map is presented in a graphical form which allows the user to form a complete representation of the subject area. The dependency analysis allows you to understand the hierarchical relationship between the concepts. And lastly, the extensibility. The possibility in the case of using a concept map as a training tool, it is possible to gradually add concepts and connections which allows the student to form a holistic view of the subject area step by step. The main disadvantages of the existing approaches to the presentation of concept maps are readability. Both the mind map diagram and C-map use flat graphs to represent conceptual maps. This leads to the fact that a concept map with the size of even a few dozen concepts becomes almost unreadable. In particular, this happens due to the variation of Miller's law since at the same time the user is forced to work with a number of concepts that exceeds the number 7 plus minus 2. And lastly, handwork. Because the conceptual modeling of such maps requires manual work, it will take much time to build a huge concept map from scratch. Thus, having analyzed the existing approaches to the representation of conceptual maps, we can conclude that the main problem of the existing approaches is using a flat graph as a model for the representation of conceptual maps. From here, we can proceed to the tasks of our work, which are firstly, improve readability of a large concept maps via metagraph, secondly, automatic concept map construction, thirdly, concept map compression and new meaning extraction using conceptual compression, which will be a subject of future work, and lastly, automatic text generation from concept map. For these tasks, we found some scientific papers that are close to our topic, but deal with other problems. BCRL proposes a text-enhanced knowledge graph representation model, which utilizes entity description and relation mention to enhance the knowledge representations of triple RTFs. Generation with multi-hop reasoning flow enables pre-trained models with dynamic multi-hop reasoning on multi-relational paths extracted from the external common sense knowledge graph, and Segatron implements a system for generating from the end of the story based on graphs. The implementation of the answer selection system is implemented as follows. Several nodes of the graph are selected, each of which is weighed in some way when these nodes fall into the answer. GPT-2 and others were used as technologies in this work. As you can see, none of these works related to the main task of conceptual modeling, but have some similarities to our work. For example, they're all using some knowledge graphs as a representation. On this slide, we look at the description of using such complex graphs, as a model for conceptual maps as metagraphs. The metagraph model is a kind of a complex graph model. In this work by metagraph, we will understand the following. The MG is a set of V, MV, and E, where MG is a metagraph, V is a set of metagraph vertices, MV is a set of metagraph metavertises, and E is a set of metagraph edges. Metagraph vertex VE is a set of ether key, in which VE includes in V, where ether key is an attribute. The metagraph edge E, E, is a set of VS, VE, and set of ether key, in which EE is included in E, where VS is a source vertex, vertex or metavertex of the edge, the E is a destination vertex or metavertex of the edge, and ether key is an attribute. The metagraph fragment is defined as MGE, is a set of EVG, where EVG included in V, union E, union MV, where EVG is an element that belongs to the union of vertices, edges, and metavertex. And lastly, the metagraph metavertex, MVE, is a set of set ether key, and MGF, in which MVE included in MV, where MVE is a metagraph metavertex, ether key is an attribute, MGF is a metagraph fragment. For more understanding, this slide shows an example of metagraph. The example contains three metavertex, MV1, MV2, and MV3. MV1 contains vertices V1, V2, and V3, and connecting them edges E1, E2, E3. MV2 contains vertices V4, V5, and connecting them VH E6. Edges E4 and E5 are connecting vertices V2, V4, and V3, V5 are contained in different metavertexes MV1 and MV2. Edge E7 is an edge connecting metavertexes MV1 and MV2. Edge E8 is an edge connecting V2 and metavertex MV2, and metavertex MV3 contains metavertex MV2, vertices V2, V3, and edge E2 from metavertex MV1, and also edges E4, E5, and E8 showing emergent nature of metagraph structure. The metagraph model can be useful for describing conceptual maps. In this case, we can consider simple and complex concepts. At the same time, simple concepts are modeled using ordinary vertices, and complex ones are modeled using metavertices. In addition to the metagraph model, we will use such conceptual maps as the frame concepts. For this work, we considered two frame concepts starting from Zhebatinskai frames. Zhebatinskai frames are the semantic frames of a lower level, which are very close in meaning to syntactic constructions, cases, sentence members, etc. Thus, it is not difficult to find a certain set of rules for converting syntax trees into Zhebatinskai frames. The next example of frame concept is Framenet. A Framenet corpus is a lexical database of English that is both human and machine readable, based on annotating examples of how words are used in actual text. Framenet database is a great tool providing many frame definitions, semantic roles and word sentences. Due to the nature of frames, entities inside, some frames can also be frames, which can be which can find some similarities within metagraph model. We considered both frame concepts for our modeling system, but in the end we settled on the latter Framenet, since Framenet has great support from all over the world and develops each year. After introducing metagraphs and frame concepts as the basis of our conceptual representation, we can present the architecture of a conceptual modeling system which has four main models the text parsing model, the metagraph concepts storage, the metagraph concepts modeling model and the text generation model. The operation of the system consists of nine main steps. In step one, a source text document is read. In step two, the text parsing model parses the document, extracts concepts and relationships and creates a metagraph structure. In step three, the generated metagraph structure is recorded into metagraph concepts storage. In step four, the metagraph concepts modeling storage model receives the source concepts for modeling from the metagraph concept storage. In step five, the conceptual modeling is performed. The source concepts in the form of metagraph are translated to the destination concepts. In step six, the results of conceptual modeling are recorded into the metagraph concept storage. In step seven, the text generation model receives destination concepts from the metagraph concept storage. In step eight, the text generation model transforms destination concepts into text form. and in step nine, the output text document is generated. This slide duplicates the description of architecture of conceptual modeling system, so we skip this. Now, let's take a closer look to the two models of our work, starting from text parsing model. It consists of four main steps showed on the right side of the slide. Initially, the source text is subjected to the resolution of reference links, which allows to remove leaves that do not carry useful information and also make the future graph more connected. Then the text gets into the model for converting text to frames. After that, the received frames are linked by target words. Thus, a graph is obtained, each node of which is a word. The frame attributes are turned into similar nodes. Links between the main node and the attribute node are marked with the appropriate tag the frame attribute. Up to this point, we are working with a flat graph in which initially parsed low-level concepts correspond to words and phrases of the source text and relationships between these low-level concepts corresponds to the links both between the members of the sentence and between the individual sentences. Further enrichment of frames leads to the formation of high-level concepts based on low-level concepts of the frame name database. But it is impossible within the framework of the flat graph structure, so we turn to the metagraph model, thus creating a symbiosis between metagraph model and frame concepts. The text generation model consists of five main steps showed on the right side of the slide. At the start we have the query reasoning. The text of user query input transforms into semantic frames by the algorithm of text parsing module which were described earlier to transform the text into semantic representation with one caveat. The interrogative words will be marked as blank words. This helps to split the purpose of generating text into two main categories. The search purpose the user with search query wants to find an answer in metagraph or descriptive purpose. The user doesn't have a certain question in the input query rather the user wants to learn about something. Next we have a subgraph extraction. Because of the strict and descriptive structure of frames in frame net the algorithm is deterministic and depends on the purpose of generating text. And if the purpose was a search then the algorithm will look for missing values of the vertex in the purpose frame. If the purpose was description then a multi-frame response is obtained where it is enough to request searches for certain vertices and then search for all frames associated with this vertex getting more than one frame. Then all the relevant parts of metagraph will be picked out. After that follows transformation from metagraph subgraph into the text. As a result is a subgraph of the metagraph representing the response which is then converted to text. For text transformation we use T5 model which can transform several different dictionaries in text. Then follows the sentence sorting the resulting parts of metagraph are sorted for generating text. This is done by at order net the deep attentive sentence ordering network which can sort the input sentences using neural networks. and at last various sentence grouping. It can be done because semantic frames are well structured and each one of the frames makes one meaning. With the usage of equation of a flash reading E scale for natural languages it can be completed algorithmically. It is enough to calculate the value of reading E scale for each sentence obtained using the T5 model and then adjust sentences that the result value of E scale will be suitable for the natural text. On this slide we present an example of work of the text generation model. Suppose we need to find a certain information about a boat ride in the metagraph. In figure A the input query transforms into syntax tree according to parse model. In figure B the syntax tree parsed into metagraph that is called a query metagraph. In figure C shows the extraction of the response metagraph from the main metagraph by query metagraph. this is now called the response metagraph. And the figure D the response metagraph is converted to a dictionary with nested vertex descriptions that is called response dictionary when the sentence will be produced from model T5 and because there are only one sentence to be generated there will be no sorting and grouping for this example. We created such model with usage of frame net database and tried to calculate metrics for input text for which frame net frames were created and our text generation which will which were completed in a previous example. Results of the test dataset validation are shown on the right side of the slide. According to the definition of blue and meteor metrics, result text theme is the same theme as reference text theme which is not good result but it is suitable enough for this task to confirm that the reference and result text are similar causing similarity is calculated. The conducted experiment proves the idea of conceptual modeling system based on metagraph approach. The proposed system allows generating text based on data. It is worth noting the frame net dataset has a relatively small number of sentences and frames somewhat 4 or 5 thousand frames. In the future, it is planned to increase the dataset with other sources including text converted into a graph. In conclusion, we can say this. Having analyzed the existing approaches to the representation of conceptual maps, we can conclude that the main problem of existing approaches is the use of a flat graph as a model for the representation of conceptual map. The metagraph model is the key to switch from flat graph to a holonics spatial description of conceptual maps. The conceptual modeling system based on semantic frame metagraph model is proposed that includes three main steps. Synthesis of conceptual model based on text description, conceptual modeling as a result of which new conceptual models are formed, and analysis of results of modeling decision making and the formation of reports based on the decisions made. Thank you for your attention. If you have any questions, feel free to ask, and I will try to answer them. Thank you. Thank you. I will answer them on the Russian. I will answer them on the Russian. So, you will not be First question is on which were chosen metrics? Метрики я выбирал на основании задачи генерации текстов. Очень часто при генерации текстов используют какие-то золотые стандарты, относительно которых можно уже сравнить метрики. Блю, конечно, сейчас в настоящее время используется не самая лучшая метрика для демонстрации результатов. Многие статьи, которые я изучал, говорят сейчас о том, что Блю должен на самом деле заменяться другими метриками. Но на данный момент у меня нет лучших альтернатив, поэтому я использовал Блю, а косинусная похожесть на самом деле тоже была выявлена за счет того, что у меня нет пока других каких-то альтернатив. На самом деле генерация текста не требует сохранения исходной структуры во фрейме, которым был раньше получен, из-за чего это значение может показаться ложным. То есть может показаться, что это значение было слишком маленьким, но это произошло из-за того, что текст не обязан был сохранять даже исходные слова. Главная цель была сохранять смысл. И для того, чтобы проверять именно смысл, мы в дальнейшем будем отдельно уже проверять модуль парсинга текста во фрейме, который будет уже нам говорить, насколько правильно он его распарсил. И еще один вопрос. Насколько вы вообще думаете, конкурентен вот этот способ генерации текста по сравнению с другими существующими? Здесь главный подход, который мы хотим предоставить, это альтернатива нейронным сетям, которые генерируют сейчас текст на основании внутренних правил, и ввести правила, которые мы бы могли иметь внутри text generation модуля, генерации модуля. Сейчас пока что мы находимся в самом зачатке, и мы не можем до конца конкурировать с крупными генераторами, такими как тот же T5 или GPT-3. В дальнейшем мы собираемся больше ставить упор на концептуальное преобразование, чтобы по итогу мы могли показывать результаты, которые основаны не на логике нейронной сети, а основаны на логике самих концептуальных карт. Спасибо большое за доклад. И последний вопрос, какой вы кафедры? Мы с EU5, с автоматизированных систем. Возможно, вы знаете Юрия Евгеньевича, как моего научного руководителя, который занимается метаграфовыми преобразованиями. Мы как раз занимаемся уже конкретными задачами. Мой однокурсник занимается партингом текста. Я занимаю, в свою очередь, генерацией текста на основании уже концептов. Хорошо, спасибо. Мы с EU6. Родные кафедры. Спасибо. Если больше вопросов нет, то мы переходим к следующему. Я тогда останавливаю демонстрацию и передаю возможность. Диагностика тематической модели для коллекции текстовых сообщений на основе иерархической кластеризации терминов. Александр Сычев. Сейчас слышно, наверное, да? Да. Хорошо. Презентацию видно, да? Да, отлично. Вашему вниманию предлагается доклад на тему диагностика тематической модели для коллекции текстовых сообщений на основе иерархической кластеризации терминов. Вообще говоря, проблема создания корректной тематической модели является очень важной в задачах автоматической обработки больших коллекций текстов и текстовых сообщений. Но сама по себе вот эта задача определяется несколькими факторами. Начнем с того, что экспертный выбор тематических категорий и оценка степени принадлежности конкретных сообщений к категориям являются фундаментально субъективными, поскольку они отражают опыт эксперта и его представление о задаче и целях этой работы. Кроме того, сама коллекция, как правило, какой бы большой она ни была, она отражает метод формирования этой коллекции и ее определенную предметную ориентированность. Если коллекция очень большого объема, то этот объем тоже оказывает свое влияние. В каком плане эксперту довольно сложно оценить тематический охват всей коллекции в целом. Ну и вот степень равномерности и неравномерности распределения текстов или сообщений в этой коллекции по тематикам. Что, конечно, существенно затрудняет выбор адекватной тематической модели для коллекции и ее описания. Собственно, в исследовании, результаты которого представлены в докладе, оно основано на применении процедуры кластеризации как для оценки адекватности тематической модели, которая была использована экспертом, так и для поиска направлений или предложений по ее корректировке. Сразу оговорю, что тематическая модель понимается как набор тематических категорий в виде множества терминов, извлеченных из текстов коллекции. Собственно, подход, который был использован в исследовании, он базируется на конструировании графа кластеризации терминов, которые были ассоциированы с тематическими рубриками в размеченной коллекции, и расчете простейших числовых характеристик для каждого узла в этом графе. Собственно, почему был выбран агломеративно-иерархический алгоритм кластеризации? Это было сделано по следующим соображениям. Во-первых, результат такой кластеризации представляется в виде дендрограммы, которая дает аналитику, эксперту детальное представление о процессе построения, процессе кластеризации в зависимости от выбранного порога подобия между элементами. Также аналитик может увидеть связи между кластерами под множествами терминов. И, кроме того, он может выбрать подходящий набор кластеров, которые в дальнейшем будут использованы как дедескрипторы или атрибуты, например, в задачах классификации текстовых сообщений. Был проведен эксперимент на основе коллекции текстовых сообщений, скачанных с онлайн-платформ наиболее популярных региональных средств массовой информации. Общий размер коллекции составил больше 9000 сообщений, которые были вручную размечены экспертами. Всего эксперты использовали 17 тематических рубрик. Две рубрики были исключены, поскольку они содержали там очень небольшое количество сообщений. Их не было смысла рассматривать и использовать в эксперименте. В результате обработки этой коллекции была сформирована матрица сообщения-термины. Все стандартные процедуры были выполнены. Лематизация, применение списка стоп-слов. Из общего количества извлеченных лем порядка 50 тысяч были отобраны 60 наиболее часто встречающихся. И из них был сформирован словарь, используемый для дальнейших исследований. Каждый элемент построенной матрицы рассчитывался по метрике TF и DF и отражал частоту термина в конкретном документе, но и с учетом частотности во всей коллекции. То есть, насколько термин распределен по документам. Были рассчитаны относительные частоты терминов для того, чтобы определить их тематическую принадлежность. Для этого использовались две вспомогательные функции, которые, по сути, выполняли роль фильтров. Первый фильтр отбирал из коллекции сообщения, которые относились к выбранной тематике. Второй фильтр отбирал в этом подмножестве другое подмножество сообщений, которые содержали интересующий термин. Для каждого термина получалось 17 относительных частот. И по наиболее частотной тематике, у которой относительная частота для данного термина была максимальная, определялась тематическая принадлежность данного термина. Каждая категория в итоге описывалась набором терминов. И также рассчитывались числовые индикаторы N1, N2, где N – это общее количество терминов и словаря, которые оказались в этой тематической категории. А N2 – это подмножество терминов, сформированные из исходного множества N1, для которых коэффициент скоса или асимметрии превышал пороговое значение 1,5. Для того, чтобы сократить размерность пространства и существенно уменьшить вычислительные накладные расходы. Этот показатель отражает степень неравномерности распределения частот терминов по тематическим категориям. Чем больше эта величина, тем, соответственно, более специфичным является выбранный термин. Таким образом, для каждого термина рассчитывались числовые характеристики относительной частоты, которые показывают частотность термина по отношению к тематике, тематический индекс и коэффициент асимметрии. Далее приводится список терминов для каждой тематической рубрики. Для наглядности здесь я ограничил термины, для которых коэффициент асимметрии должен быть не меньше, чем 1,5. Показано не более 15 терминов. Вот эта таблица. Для каждого термина здесь две числовые характеристики приведены. Первая характеристика – это коэффициент асимметрии. Вторая характеристика – это максимальная относительная частота. Можно обратить внимание, что распределение довольно неоднородное. А также видно, что, например, в категории «власть» вообще не оказалось терминов, у которых коэффициент асимметрии больше 1,5. И кроме того, есть категория «общество», для которой не удалось обнаружить специфических терминов. Сразу можно обратить внимание, что сама по себе тематическая рубрика достаточно большая получилась. Примерно треть всей коллекции. По-видимому, эксперты, когда они затруднялись определить тематическую принадлежность сообщения, просто вставили метку «общество». Поэтому эта категория оказалась, по сути, плохо определенной. Для сравнения, можно взять рубрику «происшествия», ее размер в два раза меньше. Но, тем не менее, как вы видите, здесь достаточно много специфических терминов. Для кластеризации, как я уже сказал, использовалась иерархическая агломеративная кластеризация. В качестве критерия связанности использовался критерий «complete link». В качестве метрики для измерения расстояния была выбрана метрика «подобие на основе корреляции терминов». В результате кластеризации был построен граф. Далее там приводится фрагмент этого графа. Я степень детализации ограничивал четвертым и пятым уровнем. Что мы здесь видим? Здесь фактически две ветки в этого графа. Это бинарный граф. Что здесь показано у каждого узла? Номер узла, количество терминов, которые оказались в этом кластере. Здесь же показаны тематики, к которым относятся рубрики из этого узла. И количество таких терминов, относящихся к указанной тематике. Например, мы видим 14-15, это тематики происшествия и спорт. Как видно, некоторые тематики достаточно четко доминируют в определенных узлах. Но вот в этой ветке видно, что практически на всех уровнях доминируют тематики 14-15. Причем с довольно большим разрывом. Кроме того, для каждого узла мы видим коэффициент асимметрии. Видно, он довольно высокий получается для этих тематик. Ну и вот предыдущая ветка. Здесь тематик побольше. Из них три доминирующие. И есть более-менее устойчивое сочетание тематик в тех или иных узлах. Здесь, по сути, словесно описывается то, что наблюдается на этих картинках. Такие тематики доминируют. Да, и я уже сказал, тематика 10 практически не имеет специфических терминов. Что говорит или указывает на то, что данная тематика довольно плохо определена в этой коллекции. Это наводит на мысль, что в тематической модели, которую использовали эксперты при разметке коллекции, имеет смысл либо вообще ликвидировать, либо каким-то образом ее реорганизовать. Еще один интересный показатель – это отношение чисел N2 к N1. Есть рубрики, для которых это отношение является довольно высоким. Это вот видно все те же самые 14-15 рубрики. То есть у них отношение N1 к N2 довольно высокое получается. В принципе, для оценки частоты тематики в этом графе можно использовать или предложить следующий показатель. Здесь как раз учитывается значение параметра N2 с соответствующей нормировкой. То есть учитывается только те термины, для которых коэффициента симметрии больше, чем полтора. Как раз вот эти тематики 14-15 демонстрируют высокое значение этого показателя частоты практически на всех уровнях этого графа. Это говорит о хорошей определенности данных тематик и наличии достаточного количества специфических терминов, которые хорошо характеризуют сообщения, вносящиеся к данной тематике. Да, и, собственно, вот этот результат подтверждает или объясняет предыдущие результаты, которые приводились в докладе в прошлом году на конференции по кластеризации вот этой коллекции сообщений, правда меньшего размера. Там как раз вот были довольно устойчивые кластеры по вот этим тематикам, а для других тематик кластеры были неустойчивые, то есть там достаточно было изменить незначительно какие-то параметры кластеризации, и кластеры либо исчезали, либо там объединялись другими кластерами. Теперь, в общем-то, становится понятно, почему это происходило. Вот. Также из анализа графа видно, что некоторые тематики имеют довольно низкий показатель частоты во всех узлах графа. Соответственно, можно рекомендовать реорганизовать тематическую модель таким образом, что каким-то образом можно было бы обобщить некоторые тематики, ввести более общей тематики, объединяющие вот эти частные тематики, для которых довольно мало специфических терминов этой коллекции. Ну и как вывод можно сформулировать следующее предложение, что при выборе и оценке тематической модели можно использовать как априорные представления эксперта по тематических категориях, фактически тематической модели, которая присутствует в этой коллекции. Ну, как правило, такая тематическая модель, она является плоской. Ее можно комбинировать с теми результатами, которые получаются в результате машинного анализа, например, на основе эластической кластеризации. Собственно, вот анализ этого графа и помогает сформулировать практические рекомендации по настройке вот этой тематической модели. Было бы интересно использовать и другие методы кластеризации, которые показали свою эффективность. Ну, в принципе, в статье там приводится подробный обзор таких методов. И в дальнейшем предполагается провести отдельное исследование, в какой мере эти методы позволят улучшить полученные результаты. Также важное значение имеют инструменты визуализации этого анализа, поскольку это очень актуально для больших коллекций текстов и сообщений и позволят аналитику либо эксперту лучшим образом увидеть результаты анализа и использовать их для модификации тематической модели. Спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Если вопросов нет, у нас последний доклад. Булат Гизатуллин. Анализ кластерной структуры коллекций статей в области математики с различными кодами УДК. Да. Сейчас я включу демонстрацию. Так, ее видно? Да, все в порядке. Хорошо. В общем, здрасте, коллеги. Тема моего сегодняшнего доклада – анализ кластерной структуры данных коллекций и математических статей с различными УДК-кодами. И для начала, что вообще такое УДК-код? УДК – это система классификации, которая используется для систематизации различных отраслей человеческого знания. Она используется около 135 странах, переведена более чем на 57 языков, включает в себя около 72 тысяч подколлекций. Вот. И это обязательный реквизит в России для публикации с 1963 года. Вот на слайде представлен пример структуры УДК. Это такая древовидная структура. На самом деле просто часть, и она просто расширяется. Вот. Синим здесь отмечены коллекции, которые потом будут участвовать в эксперименте. Вот. Если точнее, то они так раскрываются. И зеленые – это как раз те коды, которые будут участвовать в исследовании. Теперь чуть больше про саму цель исследования и про данные. Вот. Целью работы является экспериментальное сравнение классификатора УДК в сфере математики с различными, с помощью различных формальных методов, с помощью методов кластеризации. Вот. Мы хотим исследовать, какое число кластеров покажут данные методы и как это будет соотноситься с числом подколлекцией в категоризаторе УДК. Данные мы брали из журнала «Известия вузов математика». Распределение количества статей по данным представлено на слайде, пока данные мы ДК точнее. Вот. В качестве данных брали полный текст. Вот. Немного про этапы исследования. Сначала проводилась предобработка данных. Это выбрали слова. Еще раз повторю, что мы использовали полный текст, а не как-то обычно делаются какие-то отдельные части, к примеру, абстракт или ключевые слова. Вот. Мы использовали полный текст статьи. Выбирали слова, брали лимитизацию, удаляли стоп-слова. В общем, стандартный припроцессинг. Потом использовали для векторизации статистическую меру TF и DF. Но это, наверное, все знакомо. По сути, это просто произведение термфреквенси, чистота терма. В данном случае слово в документе по отношению ко всем словам. На inverse document frequency. Это обратное к чистоте появления слова в документах коллекции. В отношении ко всем документам коллекции. Потом проводилась кластеризация. В общем, выбирались методы. Потом подбирались оптимальные параметры. В основном это количество кластеров, которые мы хотим разделять. По крайней мере, на данных методах, которые были в исследовании. Мы просто выбирали число кластеров. И визуализация и анализ результата далее проводилась. Тут формальная обстановка сдачи кластеризации. Тут единственное, что важно, это могут быть обозначения. Но, по сути, у нас просто есть данные. И мы хотим понять как-то, как они устроены. И каждому объекту определить какое-то число. Это будет номерного кластера. И мы хотим, чтобы объекты внутри кластера были похожи друг на друга больше, чем на объектах других кластеров. Для оценки качества кластеризации мы использовали внутренние меры оценки качества. Они позволяют оценивать качество, ориентируясь только на информацию, которая присутствует в исходных данных, не используя дополнительной информации. Во-первых, это был коэффициент силуэта. Формула представлена на слайде. На самом деле он считает, что функция А – это будет расстояние отданного, данного объекта до объектов этого же кластера, усредненная. А функция B – это расстояние от объекта до объектов ближайшего кластера. Тоже усредненная. Еще мы использовали метрику Калинский-Харабас-Индекс, которая, по сути, представляет собой просто отношение суммы дисперсии между кластерами и межкластерной дисперсией для кластеров. В качестве одного из алгоритмов кластеризации использовали кимминс. Он просто стремится минимизировать целевую функцию, которая представлена на слайде. Его алгоритм, если вкратце, такой, то, что мы как-то сначала выбираем центроиды, центры, кластеры, смотрим для каждого объекта, какому центроиду он ближе, потом эти центроиды пересчитываем, и так до тех пор, пока мы не придем, потому что ничего изменяться не будет, либо пока мы не устанем считать количество итераций. И еще использовалась агломеративная кластеризация. Суть такая в том, что изначально у нас каждый объект – это кластер. Мы считаем расстояние между двумя кластерами с помощью формулы Ланса-Вильмса. Мы использовали такое расстояние, которое будет считаться как world distance. И потом эти кластеры соединяются, и у нас получается такая вложенная структура, и потом получается динтрограмма. Я потом ее покажу, продемонстрирую, и по ней можно будет отследить оптимальное количество параметров. Для начала эксперимент с алгоритмом K-means. Мы тут построили зависимость числа кластеров от коэффициента силуэта, точнее коэффициента силуэта от числа кластеров. И пытаемся подобрать оптимальный параметр. Это может быть всегда не очень очевидно. Тут у нас есть несколько интересных точек. Обычно в таких случаях смотрят на пики. Из пика тут 3, 6, 9 и 14. 9 не очень интересный, 3 не очень интересный, хотя тоже можно было бы поисследовать. Мы решили, что 6 и 14 не самые интересные, но остановиться на числе 6, потому что он достигается раньше, во-первых. А во-вторых, разбенение до 14 кластеров может быть слишком большим. Хочется собрать, если что, побольше данных сначала. Потом тоже самое зависимость метрики Калининских-Арабаса с индексом числа кластеров для алгоритма K-means. Тут тоже мы видим две интересные точки. Это точка 6 и точка 14, потому что метрика не так сильно падает по сравнению с предыдущей точкой, как на остальных точках графика. В итоге мы решили, что оптимальным числом кластера будет число 6. Тут представлена визуализация с помощью алгоритма T-S-M-E. И цветами, и фигурами отмечены, в общем-то, объекты, предназначающие одному кластеру. Для чего она тут нужна, чтобы можно было сравнить с визуализацией для этих же объектов, но сгруппированных по категории ОДК. Если посмотреть, то в целом прослеживается одинаковое ядро. Если чуть более формально, то мы можем посмотреть на распределение кодов ОДК внутри этих кластеров. И видим то, что в целом, можно сказать, что каждый кластер, по сути, репрезентует один код ОДК с погрешностью. Но если мы берем пороговое значение около 0,2, то можно сказать, что каждый кластер отражает один код ОДК. Ну, различный причем. Далее был эксперимент с агломеративной кластеризацией. Получилась вот такая дендрограмма. По ней мы определили то, что оптимальное число кластеров будет 5. Посмотрели на то, как распределяются коды ОДК внутри этих кластеров. Видим то, что тут все не так однозначно. В кластере 0 у нас, к примеру, и код 51798-51751 находится примерно в похожем соотношении. И, в общем, такая ситуация неоднозначно во многих кластерах наблюдается. Здесь, но это может быть не так плохо, так что посмотрим на сравнение по внутренним мерам эффективности, внутренним сенсинкам качества эффективности кластеризации. Видим то, что наилучший результат показал себя K-means. Он обогнал UDC-код, сам категоризатор ОДК, и агломеративную кластеризацию. Далее проводился эксперимент с подколлекцией. В этом эксперименте мы выбирали два кода УДК. Это 517956 и 517958, которые в биористическом дереве категоризаторы находятся очень близко. И тоже пытались подобрать оптимальные параметры с помощью метода K-means. Видим то, что и на левом графике, который представляет зависимость количества кластеров от, точнее, коэффициент силуэт от количества кластеров. Оптимальное число кластера 3, потому что там пик. И зависимость метрики конецких арабас индекс от числа кластеров тоже оптимальное число 3. В общем-то, какие из этого всего могут следовать выводы? Во-первых, то, что код УДК действительно работает, это подтверждено формальными методами кластеризации, просто потому что K-means, который показал себя во внутренних мерах эффективности лучше, чем агломеративная кластеризация, разделил на 6 кластеров. В нашей подколлекции использовала 6 различных кодов УДК. Также мы заметили то, что у них одинаковые ядра. Во-вторых, мы можем сказать то, что даже простые какие-то методы кластеризации, в данном случае K-means, агломеративная кластеризация, могут показать большую эффективность на внутренних мерах оценки качества кластеризации, чем код УДК. Это может говорить о том, что, возможно, люди ставят код УДК не всегда правильно, либо о том, что можно разделять секции подколлекции внутри УДК более оптимально, более эффективно. Еще интересно то, что высокие метрики показало разделение во всей подколлекции, которую мы использовали, на 14 кластеров, и в маленькой подколлекции, в которой входило только 2 кода УДК, на 3 кластера. В общем, это говорит о том, что, возможно, можно разбить какие-то подколлекции на еще более маленькие, вложить друг друга, и, возможно, тогда категоризация будет происходить более эффективно. Вот. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Добрый день. Вот есть несколько вопросов. То есть, правильно ли я понимаю… Слышно меня, да? Да, да. Правильно ли я понимаю, что вот такая практическая польза работы – это вот мы убеждаем, что УДК хороший классификатор? Ну, во-первых, да, потому что это хочется проверить с помощью методов кластеризации. А во-вторых, мы говорим о том, что методы кластеризации могут показывать более высокую эффективность, чем категоризатор УДК. А, еще такое сравнение. Так, хорошо. Ну, тогда, допустим, ну, тут есть разное направление тогда сравнения. Вот, смотрите, ну, вот подход какой-то к проверке, значит, вот этих классификаторов у вас предложен. А только УДК, так, а на других наборах данных, вот у вас же там какая-то масса родственных работ, кажется, есть, так, и они работали на других корпусах. Вот так же K-Means с тем же самым TF-IDF так же будет работать на других корпусах? Ну, так же будет показывать, что они там хорошие? Ну, скорее всего, если он тут отработал, то он будет показывать похожие... Вы-то не хотели так вот убедиться в этом? Вы не понимаете? Проверить на других? Просто, ну, еще... Мы исследовали конкретно категоризатор УДК, хотели проверить на нем, мы проверили, посмотрели то, что... Во-первых, мы хотели использовать самые простые методы для начала, для работы, хотели использовать самые простые методы кластеризации на данных именно коллекции математических статей. И это исследовалось не для того, чтобы проверить, как работают методы кластеризации, как часто бывает в сложных работах. Обычно категоризатор там выступает как метод проверки качества методов кластеризации, который используется. В данном случае мы просто пытаемся исследовать сам категоризатор УДК. А, хорошо, тогда и другие категоризаторы, наверное, есть в других системах, там, не знаю, в ICM, там еще где-то. Просто на обобщение вашей работы, вашего подхода, в принципе. А то один категоризатор, конечно, хорошо исследовать, но тут как-то в целом же хочется, наверное, смотреть на эту предметную область, нет? Ну, можно распространять работу на другие категоризаторы, просто в России наиболее популярны это УДК для формирования научных статей. Понятно. Хорошо, можно ли тогда еще вот такой вопрос? Значит, у вас там, ну, то есть вы исследовали там какое-то ограниченное количество классов, там 6 всего, да? Вот. А что вы думаете, ведь надо, ну, как-то 6 и 6, это, а сколько там всего? То есть вот насколько этот подход будет масштабируем, чтобы проверить вообще все? Мы брали под коллекцию статей, чтобы просто начать исследование. А в дальнейшем исследовании мы хотим коллекцию расширять, исследовать большее количество подколлекций, чтобы в них было большее число статей, но в рамках одной сферы, там, в рамках математики в данном случае. Ну, понятно. Ну, ладно. Ну, ладно, может быть, еще последний маленький вопрос. А насчет эмбеддингов? Ну, вот у вас там, да, TF, IDF, понятно, а другие виды не имеет смысла пробовать? То же самое все будет? Пробовали в Word2Vec обученный на данных. Не хватает данных, чтобы нормально обучиться. Вот, пробовали дообучать в Word2Vec, который… Ну, дообучать предобычный Word2Vec на наших данных, и получалось примерно то же самое. Хотим собрать побольше данных для начала, и потом уже попробовать создать нормальный эмбеддинг. Понятно, спасибо. Есть у нас еще вопросы от аудитории или очные? Вопросов нет. Так, ну, тогда сессия завершается. Так.